МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...из области, кстати, высоких технологий. Нет повода, да его создадут, подсидят, придумают, раздуют. Заставляем по 7 раз переписывать. Когда это кого останавливало? Есть ли во всем этом риски? Есть. Но здесь, пожалуй, пора внести одно уточнение. С такой страной можно поступать как угодно. Большинство людей, которые работают в СНИ, осознают это. А что вы хотите? У России такая судьба. И никто этого не скрывает. Мы, конечно, очень крутые. Будем охранять наших героев, пока нас не сменит новое поколение. Империя блюсти, это не бородой трясти. Прям чеховская палата номер 6. Если не искать раздвоение личности. Но это ни о чем не значит. На протяжении всей своей истории русские доказывали, что им сам черт не брат. Русский народ бессмертный. Среди всей кремлевской пропаганды есть лишь несколько рубрик, которые можно не только смотреть регулярно, но и получать от этого массу удовольствия. Дикая природа. Опасные соседи. Эпидемии и войны лишь закалили наш народ. Ну где бы еще, например, вы узнали, что медведи страшно боятся русских? Медведи наших мужиков стараются обходить стороной. Еще раз. Медведи русских. Медведи наших мужиков стараются обходить стороной. Да, сидят, бывало, два голодных медведя, и тут бац, мужик идет. Сышь, косолапый, говорит один медведь другому. Доставай, слюнявщики, сейчас слопаем этого горемыку. И погодь, Михалыч, а вдруг это русский парирует другой медведь? Иностранцев это вызывает ужас, как правило. А русский говорит, да нет, ну ребят, вы что, вы не были в Сибири. И вот уже два косолапых дают дёру. А все потому, что канал РЕН-ТВ забодал подобными байками даже обитателей Тайги. И вот пока наши кормят таких медведей с руки и дерутся с ними, немцы убегают от лебедей. С другой стороны, тактика понятна. Если некогда великой страде последние лет 20 гордиться особо нечем, а уропатриотическое воспитание никто не отменял, значит, переможеньку надо придумывать. Сегодня нет на земле места, где не ступала бы нога русского человека. И нет такой силы, которая могла бы его остановить. А ещё лучше просто брать любые недостатки и превращать их в достижение. Русские, которые запросто обходятся без денег, электричества, газа и света. Видала, Машка, как нам с родиной-то повезло. Аж покраснел от волнения патриот Ваня. Без света, в холоде и без воды. Буржуи бы западные загнулись давно. А для русского человека эта тьфу, чепуха незаметная. Наши нигде не пропадут. Русская смекалка, она вообще, мне кажется, она часто и сопряжена с нашим выживанием. Взять тех же врачей. Только слабаки работают со светом. И для российских самородков свет – это излишнее баловство. Операцию с подсветкой экранов телефонов провести можно. А в больнице Южно-Сахалинска отключили свет. Но русские доктора не растерялись. Включили мобильники и при свете экранов начали вентилировать легкие пациентки вручную. Зато, братцы, вы бы знали, какое у этих врачей чувство юмора. Куда там тупым пиндосом? Электричества нет. Зато чувство юмора нашим врачам не занимать. А главное – смекалки. Иначе не выжить. А теперь проговори. Один из центральных каналов огромной страны, причем с претензией на сверхдержаву, на протяжении полутора часов рассказывает зрителям, как круто нищета закаляет характер. У наших людей невероятная выдержка, терпение и воля к победе. Мол, были бы мы богатыми, не была бы Россия такой великой, а так и спецназ у нас лучший на планете. Бойцы спецназа России. В огне не горят и в воде не тонут. И изобретениями давно буржуев уделали. Да автомат Калашникова, чтобы вы знали, на флагах пяти стран изображен. Только нашему оружию поставили память им в Египте. И только наш автомат изображен на флагах и гербах пяти государств. Где-то на этом этапе люди, сидящие у телевизора с тарелкой доширака в руках, просто обязаны были загордиться родимым отечеством. И медведи их не берут. И без света жить не умеют. И Калаш вон рельсу пробивает. Минус 50 градусов. Даже при таких низких температурах автомат Калашникова стреляет безотказно. И нет никаких сомнений, что такой, мягко говоря, творческий подход к пропаганде это настоящая находка для путинских боев. Ну а шо? Зачем вообще напрягаться, если часть народа верит, что бедность и милитаристический угар это необходимое составляющее величие? Русские нигде не пропадут. Даже без денег. Смекалка, широта души и невероятная воля к победе делают нас поистине бессмертными. Ну а если какие-нибудь либерасты, хохлы или пиндосы смеяться вздумают, на обман намекать, то никогда не поздно повторить холопом, как завидует России маме вся, вот тупа вся планета. Нас боятся и нас уважают. С нами хотят дружить и заслуженно считают достойным противником. Да и как не завидовать? Все-таки русские это самое древнее. Генетики доказали, что нашему народу не менее пяти тысяч лет. А значит мы пережили майя, этрусков и ацтеков. И самая развитая нация на Земле. Все эти открытия на самом деле принадлежат сибирским жрецам. Кто там хвалил индейцев майя за календари? Так вот, увидите тех, кто хвалил, смело можно казачий патруль вызывать. А все потому, что первыми сверхточные календари сибирские жрецы бомбили. 34 тысячи лет назад в Сибири существовал точный календарь. Задолго до шумер и древних египтян. И не надо этому удивляться. Технологии тогда у русских на космическом уровне были. У современных строительных компаний не всегда оборудование настолько классное. Российская империя, которая у нас считается лапотной, отсталой, обладала невиданным промышленным потенциалом и технологиями, которыми сегодня обладают не все строительные организации. Здесь, конечно, возникает вопрос, а куда же сейчас подевались все эти удивительные технологии до изобретения? Не иначе, как украдиверсанты похитили образцы. Но неудобные вопросы в современной России только враги народа задают. Правильные патриоты должны на зубок знать, что миф про отсталость России – не что иное, как технология Запада. Миф об отсталости России уже несколько веков насаждают наши соперники на Западе. На самом деле, Древняя Русь оказывала значительное влияние на соседнюю страну. Просто в отличие от России, буржуям гордиться нечем. Про лапти они что-то там еще кудахчут. Ну да, лапти. Только от этих самых лаптей даже в античной Греции все произошло. Наша культура была распространена на территории Европы, на территории Азии, на территории Китая. Античная культура Греции – это тоже наша культура. Понимаете, уровень? То есть никаких шансов у Запада на честную борьбу. Вот и остается смешным буржуям историю фальсифицировать. Мол, смотрите, какие у нас исторические памятники имеются. Взять хотя бы тот же Стоунхендж. Стоунхендж – один из самых знаменитых археологических памятников в мире. Ездят, блин, зеваки со всего мира на груду камней, смотрят бабосы на экскурсии, тысячами сливают. Ежедневно это творение посещают почти 8 тысяч человек. А в России, между прочим, ровно такого же добра бесплатно валом. Да чё там, даже лучше. Он ничем сильно не отличается от наших мегалитов, которые есть на Кавказе. Стоунхендж-то вообще к истории никакого отношения не имеет. Тут вам любой российский федеральный канал расскажет. Сегодняшний вид Стоунхендж приобрёл относительно недавно. Это было связано с тем, что Великобритания стала Великой Империей, и как всякой Великой Империи, нужна была Великая История. А вот российские мегалиты как раз напротив – чисто натурпродукт. Никакого-то силикона или фальсификации. Нужно было привести хаотично разбросанную груду камней в надлежащий вид. Археологи, они построили то, как им казалось, это могло бы выглядеть не в прошлом. Но всё понятно. Выключая телевизор, скажут бабушки из отрядов Путина. Кругом враньё и показуха. Дурят своих буржуи западные, да на Россию клевещут. Получается, образ России как отсталой и неразвитой страны создан искусственно. А вы думаете, только к Стоунхенджу вопросы имеются? Да как бы не так, насыпает напоследок телевизор. Вот вы про собор в Кёльне слышали? Предмет гордости немцев – грандиозный Кёльнский собор. Зрители федеральных каналов с пультами в руках, естественно, кивают. Так вот, собор георопейцы якобы сотни лет строили, а значит, что? Верно! Липа это, а не собор! На самом деле, лишь две главные башни строились по чертежам 13 века. Всё остальное – фантазии на тему того, как это должно было бы выглядеть. Скажем прямо, услышивайте аргументы, мы всей базой НАТО не знали смеяться или плакать. Оказывается, собор не могли строить так долго, ведь иначе бы всё разворовали! Как за 405 лет перерыва уже построенные части не растащили по кирпичикам? Вот же странные георопейцы! Там ведь очевидно и кирпичи были, металлические конструкции, опять же, возможно, даже с позолотой, а они и не разворовали даже. Но не укладывается это в голове у русского человека. Хотя, может, конечно, не хозяйственное не у себя в Георопе. Ну, куда скорее все эти стройки века не что иное, как фейк? От того самого первого Хелинского собора, который мы начинали когда-то строить, до нас, если и дошли какие-то части, то только те части, которые заложены в котловане. Где-то на этом этапе миллионы уропатриотов уже близки к мозговому оргазму. Ещё каких-то два часа назад это был нищий работяга, который еле приполз после смены домой. Теперь же перед телевизором сидит гордый гражданин великой сверхдержавы, которая всё придумала, всё открыла. Не боится медведей и, самое главное, имеет настоящую, а не выдуманную историю. Русская душа и Россия в целом настолько открытая, насколько искрытная. Нам нечего доказывать. Мы самодостаточны и обладаем богатейшей историей, которая не нуждается в пиаре. Слыхала, Машка? Мы, оказывается, настолько крутые, что не нуждаемся в пиаре. Он вполне себе искренне верит во все сказанные по телевизору сенсации. Более того, после просмотра федеральных каналов засыпает счастливо. Мы жители страны с богатейшей культурой, историей. И в таких примерах и кроется ответ на вопрос, почему в путинской России так много подобных псевдоисторических фильмов. Просто это выгодно. Стоит две копейки. Прокрутил разок, и полстраны распирает от гордости. Русские идут, едут, плывут и летят. Россия объединится с другими славянскими землями и станет грозным государством, перед которым будет трепетать весь мир. Но есть, конечно, другой путь. Вкладывать миллиарды, но не в телевизионные программы, а в ЖИКХ, а в медицину и образование. В будущее вкладывать. Через много лет эффект будет примерно тот же. Люди начинают гордиться страной. За уровень жизни, за социальные стандарты. Но к чему такой нерациональный метод, когда можно еще с десяток упоротых фильмов на РЕН-ТВ снять? Как говорится, дешево и сердито. И пока народ молчит, караван точно не остановится. Как говорят митингующие, мы не хотим за свой счет кормить всю западную Украину. Мы их кормим, понимаете? Мы работаем, а они вот то там пляшут, то танцуют, то бастуют. Ну мы же от соединиться в Донецком, чтобы, как говорится, весь заработанный бюджет находился у нас. Эти кадры мы вспоминаем вовсе не для того, чтобы кого-то обидеть. Тем более не собираемся троллить несчастных и обманутых работяг. Напрямую можно будет договариваться с Россией. Будет востребован наш уголь везде. И будем поднимать экономику. Главное, чтобы нам не мешали и палки, колеса не вставляли западные, западные, и вместе с Америкой. Ситуация ясна, как божий день. Люди просто приходили домой, включали телек и годами слушали, как они кормят всю страну. Донбасс является одним из главных промышленных центров Украины. Именно отсюда поступает большая часть денег в бюджет страны. На каком-то этапе в человеке закипало пролетарское негодование. Причем не потому, что они плохие люди. Нет, просто они свято были уверены, что стоят за справедливость. Этим и пользовались федеральные каналы, втирая байки о Таежном Союзе и старшем брате, который просто завалит Донецк и Луганск заказами. Нужно объединиться в Новороссию, создать единое экономическое пространство хотя бы на территории Новороссии, войти в таможенный союз, в тесный союз с Россией, и тогда все наладится. И хотя изначально было понятно, что в серой, никем не признанной зоне, бизнес умрет за несколько лет, обманутые люди в розовых очках гордо махали аквафрешили. Хватит кормить запад вот этими руками, горгом. Прошло несколько лет, и люди стали замечать, бендеровцев уже нет, а стратегические градообразующие предприятия стоят. Тогда же появились и долги по зарплатам шахтерам, уголь отгружался, но продать его было крайне сложно. Денег шахтеры не видели с мая. В топливном министерстве ДНР разводят руками. Денег взять негде, ведь республика уголь пока никому не продает. Почему уголь не брала Россия, спросите вы? Очень просто. Он им нафиг не нужен. По такой цене уголь не нужен России. У них есть запасы, достаточно. Там своих работяг нечем кормить. Люди так до конца не могут получить своих денег, живут в проголоде. На несколько лет было вполне достаточно, чтобы телевизор продолжал побеждать холодильник. Провал в промышленности лидеры боевиков списывали на войну и украинских олигархов, которые страшно мешали республике встать с колен. Процесс идет необратимый, он идет, пускай медленно, нам не дают развиваться. Нас пытаются убить, нас пытаются уничтожить. Дальше была национализация и громкие крики по телеку «От теперь заживем!» После введения внешнего управления на всех предприятиях, расположенных на территории Донецкой Народной Республики, но до сегодняшнего дня принадлежащих украинским олигархам, на заводах готовятся к запуску производства. На всех каналах экономика росла, а лавы открывались чуть ли не каждые пять минут. Угольная промышленность уверенными шагами выходит на довоенный уровень. На шахте имени Латугина открылась вторая восточная коренная лава. Запуск восстановленной лавы, безусловно, очередной прорыв в угольной промышленности. Новая лава на шахте имени Засядька введена в эксплуатацию. В реальности же стало только хуже. Старые рынки сбыта были окончательно потеряны, а долги по зарплате росли с каждым днем. В шестом, где нашу? Где нашу воду? Так какая гордость же шахтерский край? Если я пришла после ночи, я не могу на детей смотреть, они голодные. В итоге люди, которые только вот хотели избавиться от западных нахлебников, принялись отлавливать местных чиновников. И это несмотря на возможность в любой момент загреметь в подвал МГБ. Где наша зарплата? Где наша задолженная зарплата? Давай уходите! Ну а что же кремлевские марионетки, обещавшие рабочим сладкую жизнь? Думаете, побежали решать проблемы голодающих горняков? Да как бы не так. Всех недовольных, в том числе и комитет шахтерских жен, объявили агентами украинских ИПСО. Украинские власти планируют запустить на Донбассе серию фейков. Акция «Шахтер» предполагает серию публикаций о задержках выплаты заработной платы. Украинские журналисты будут ссылаться на данные комитета шахтерских жен. А людей, которые открыто выражали недовольство отсутствием зарплаты украинскими ботами. Несуществующий комитет шахтерских жен. Для этого работает целая армия ломов и ботов. В основном анонимные. Есть из 404-й, а есть и в Донецке. И здесь нельзя было не улыбнуться. Ведь если комитет шахтерских жен – это фейк, у кого же тогда брал интервью ватный сайт антифашист? Антифашист связался с комитетом шахтерских жен, чтобы выяснить, реален ли он. Чего на самом деле хотят женщины и каково это жить без денег? Так бывает только в одном случае, когда люди заврались и забыли договориться. Тем более, что пацаны в Донецкой ОГА были всячески уверены, что за три веселых буквы им лично ничего не будет. ВТС накладывает лапу на все, что только может приносить на Донбассе прибыль. И в первую очередь на местный уголь и металл. Три веселых буквы в нынешнем Донецке – это ВТС, а не то, что вы подумали. Именно эта структура, навязанная Москвой и напрямую связанная с премьером Дырленди Ананченко, торчит шахтерам и металлургам огромные деньги. ВТС задолжала шахтерам Донбасса зарплату за несколько месяцев. До поры до времени покрывать нарывающий гнойник помогали ручные силовики и кураторы в Москве. Первые кидали на подвал всех, кто не соглашался голодать. Вторые продвигали линию с необычайным процветанием шахтеров по телеку. 42 миллиона тонн угля на горам. Столько добыли шахтеры за время независимости ДНР. В этот же период на угледобывающих предприятиях абсолютно без дотации с бюджета. В эксплуатацию ввели 46 новых лав и один горизонт. Горняки полностью отдают себя работе во благо Родине и ежемесячно стремятся перевыполнить планы. Добиваться справедливости при таком подходе было крайне сложно. Под горячую руку попал даже директор самой успешной шахты оккупированного Донбасса. 24 января сотрудниками ОБОП МВД ДНР был арестован директор шахты «Комсомолец Донбасса». Ему предъявлено обвинение в растрате денежных средств. Горняки прямо пишут, что начальника арестовали, потому что не хотел молчать о долгах. Обвинение высосанное с пальца, поскольку Андрей Викторович выступал за немедленное погашение задолженности по зарплатам шахтеров республики. И пока ручные балаболы кричали «Вы все врете!» – провокация укропов! Но, обладая аккаунтами в различных интернет-ресурсах, они позволяют себе делать подобные вбросы. «Мы все время вынуждены сталкиваться с тем, что против нас направлено колоссальное количество лжи». Неудобная правда долетела и до московских студий. «Теть Май, что вы теперь смешные делать будете? Этот товарищ на духовном канале НТВ тоже фейк?» Вот мне вот сегодня ночью, последний раз, постоянно звонили, нет, не чесноков, а из шахтерских профсоюзов, из ДНР, где сейчас шахтеры сидят без зарплаты, немножечко бастуют. В итоге патриоты Ваня и Маша, которые годами слушали, как счастливы в русском мире шахтеры Донбасса, вдруг узнают о полном провале на оккупированных территориях Украины. «На направлении ДНР и ЛНР полный провал. Та же самая ситуация и в металлургической отрасли». И в эту минуту становится понятно. Сделать вид, что ничего не происходит ни у революционера Чапушилы, ни у Ананченко, ни у кого-то из кураторов больше не выйдет. Что же делают эти товарищи после огласки? О, это кайф! Решают оставить людей без работы. «В феврале текущего года на комиссии будет решаться судьба двух угледобывающих предприятий города Героя Донецка. Это шахта имени Челюскинцева и шахта имени Калинина». И свалить все на Украину. Мол, мы шо, мы не шо. Это хохлы со своей блокадой во всем виноваты. «Причина основная, наша непризнанность, блокада экономическая, просто военные действия, еще не закончившиеся. Поэтому каждому предприятию приходится бороться. Бороться за то, чтобы работать, чтобы загрузить свои мощности, чтобы выйти на уровень рентабельности». А теперь проговорим. Шесть лет, как не нужно кормить Запад. Шесть лет катания по ушам об открывшихся лавах. «Шахта имени Михаила Ивановича Калинина продолжает расширять горизонты. Не прошло и двух месяцев с момента открытия новой лавы, как в разработку приняли еще одну». А виновата все равно Украина. Причем, обратите внимание, мы специально нашли сюжетики об огромном процветании на шахтах Калинина и Челюскинцева. «На шахте имени Калинина введена в эксплуатацию новая лава. Ее разработка позволит ежедневно выдавать на гора до 700 тонн угля». «Именно шахта Челюскинцев досрочно выполнила годовой план». «То есть именно тех шахтах, которые они сейчас собираются закрывать». «Будет решаться судьба двух угледобывающих предприятий города Героя Донецка. Это шахта имени Челюскинцева и шахта имени Калинина». «Это самый наглядный пример того, как пропаганда годами оболванивала людей. По телеку счастье и перспективы. А в реальности люди оставляют без работы. И это же не какие-то прифронтовые шахты. Та же Калинина вообще, считай, в центре города находится». «Предприятие работает. Оно находится в центре города Донецка. Обеспечивает работу 800 граждан Донецкой Народной Республики». «То есть добивают даже недавно благополучные шахты и предприятия». «Я думаю, что нам стоит ждать пояснения, что враг не дремлет, и что украинские диверсионные группы уничтожили шахты». «Ну и напоследок просто напоминалочка людям. Не забывайте о тех, кто за пайку гречки все эти годы покрывал преступления властей. Кто рассказывал о стабильных зарплатах». «Заработная плата хватится своевременно». «Делал из ваших жен агентов ИПСО». «Информационная война в полном разгаре. Комитета шахтерских жен не существует. Корни анонимных групп под этими названиями уходят в известную страну». «А из вас самих врагов народа». «Просто эти товарищи отлично знают, что в нынешние времена, чтобы кинуть человека, достаточно объявить его агентом врага». Собственно, этим они и пользуются, пока вы им это позволяете. Вот не зря в народе говорят, что на российских федеральных каналах уже давно своя особая атмосфера. Включаешь, а там глава фракции Госдумы обещает уничтожить Украину. «Транк нахвостен и всех уничтожен». «Духовность, антифашизм, то есть все как Лениновой, пардон, Путин». Да по большому счету, какая разница, кто из двух мавзолейных прописал. «Всех, напал нам спалить всех, чтобы ни Тима не было, ни Львова ничего не было». Буквально тут же патриотичные танцы на батутах. «Этот день победы, порохом дрова». Как говорится, деды воевали, внученьки в пилотках на батутах зажигали. С другой стороны, а чё бы не пуститься в пляс? Ведь благодаря мудрой политике царя ветераны в стране в почёте. Как коты в масле купаются. Путин выплат для ветеранов не пожалел. Индексации подвергся и входящий в состав выплаты набор социальных услуг. С 1 февраля его стоимость составит чуть больше полутора тысяч рублей ежемесячно, из которых почти 900 льготник может потратить на необходимые медикаменты. Дедушка, дедушка, спасибо тебе за победу! Неси свои 137 рублей, будем тебе путёвку в санаторий выбирать. 137 рублей может направить на приобретение путёвки в санаторий, оставшиеся на бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно. На полу. Ведущую, как вы видите, от такой щедрости буквально порвало в клочья. Будь странная она какая-то. Может, в СБУ завербовали? Сыворотку правды вкололи? Я, честно, очень старалась не засмеяться на это. 137 на санаторий, а оставшиеся деньги на проезд. Государство старику на санаторий цельных 137 рублей выделяет, а ей, понимаешь, смешно. Вот такие пиндоса-хохлушки в Путина и не верят. А он, между прочим, заставил чиновников проблемами простых россиян обеспокоиться. Это Путин учит российских политиков и чиновников чувствовать боль простого человека. 137 рублей может направить на приобретение путёвки в санаторий для профилактики основных заболеваний. Вот они все вместе очень и обеспокоились. На 137 рублей. Ну, это действительно смешная цифра. И по этому поводу, может быть, мне прорвало что-то человеческое. Потому что 137 рублей на курортное лечение. Ну, это только смеяться можно. Понятно, что при таком творческом подходе к делу всё больше россиян только и мечтают вернуться из гей-ропы и Америки в родную Рязань или Тамбов. Но это не точно. По крайней мере, в этом свято уверены в Кремле. А потому даже планируют создать специальную службу, которая займётся возвратом соотечественников в Россию. Из чиновников создают спецгруппу, которая за рубежом будет убеждать иммигрантов вернуться в Россию. Прочитав это, мы всей базой НАТО долго смеялись, а потом представили себе, как это всё будет выглядеть. Привет, я Иван, а это Мария. Здравствуйте. Мы пришли сюда, чтобы пригласить вас поцеловать ж... Хэнка вместе с нами. Единственное, конечно, молодёжь для такого дела слишком миловидная. Очень уж на бездуховных детей всяких либерастов смахивают. Поэтому лучше для возврата соотечественников опытную, так сказать, проверенную в делах публику отправлять. Они, кстати, могут и... Он выбьет из вас всё дерьмо. С тех, кто посмеет не любить Хэнка, ну то есть Путина. Ну а если серьёзно, то сразу вспоминаются российско-немецкие тётушки, которые ой как любят получать еврики от проклятой Меркель, но при этом надувают резиновые лодки при виде царя. Я считаю, что это самый лучший президент в мире. Путин. Да. Он должен до конца своей жизни остаться президентом России. Существуем за Путина, потому что, ну, больше не видим никого, да, кроме Путина. Путин – мужчинка такой сильный, правильный. Ну чё там, девочки? Путин и Родина кличут! Собирайте уже чемоданы, небось! Из чиновников создают спецгруппу, которая за рубежом будет убеждать эмигрантов вернуться в Россию. Только что-то нам подсказывает, что в реальности всё получится, как в гениальном лупке про рашку ватника, где чудаки на словах «волосы на груди рвали от любви к России». Вы получили уникальное предложение вернуться из загнивающей Европы в процветающую Россию. Но мигом терялись, когда им предлагали реально вернуться домой. Вы знаете, я так рад Данке, но я пока не могу в Россию. А кто права русскоязычной в Германии защищать будет? Я останусь в Германии, но спасибо. Ничего удивительного в этом нет. Просто современную Россию хорошо любить издалека. В этом на личном опыте убедилась, например, вот эта дамочка. Я находилась больше 40 дней в Донецке по непонятным для меня причинам. Дарья Мастикашева в ходе последнего обмена была передана в Донецк. До войны она жила в Москве. Родных и близких в Дирляндии не имела, а потому после имитации лечения в Донецке... Меня содержали в больнице, якобы лечили, но на самом деле этого не было. Решила возвращаться в Россию, где её, между прочим, ждал ребёнок. Казалось бы, вот она, переможенька, вернётся, бедолага, в родную гавань. Но в МГБ славной Дирляндии на этот счёт было своё мнение. Я приехала на КПП Успенка для того, чтобы выехать из Донецка в Россию. Мне в пересечении границы Донецка было отказано. В общем, вместо России, куда так всех звал возвращаться Путин... Мы будем рады и тем, кто захочет приехать к нам на временной основе. И тем, кто примет решение о получении гражданства. А тем, кого беззаконно преследуют, кому угрожает опасность, будем делать всё для того, чтобы обеспечить их защитой. Мастикашева оказалась на подвале МГБ. Дарья Мастикашева на подвале МГБ ДНР. Как говорится, это русский мир, детка. Чуток не сошлись ожидания и реальность. Причём случай же далеко не единичный. Теперь Мастикашевой не скучно будет в МГБ на допросы ходить. Ещё один переданный в дыру не может из неё вырваться. В ситуации с удержанием МГБ ДНР свободных граждан Дарьи Мастикашевой и Сергея Долженкова существенных изменений не произошло. Но и это ещё не всё. Все же помнят, например, старину Бенесса. От его криков на Донецкой площади кровь из ушей текла даже у каменного Ленина. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Все последние годы ополченец Бенесс совершал ротовые расширения русского мира. Народ Донбасса и армия Донбасса выступают только за интеграцию с Россией. Никогда, ни при каких условиях мы не вернёмся обратно в фашист колода бандеровской укропии. Пока ровно как и Мастикашева с Долженковым не сделал попытку выбраться из Дирляндии в РФ. В России задержали ополченца ДНР Бенесса Айо. Алярм! Краснопузики Бенесса взяли! Вы там совсем охренели! Сахара минус нули! Гиви минус нули! Теперь вот и Бенесса приняли! Остановитесь! Этакими темпами скоро программу ни о ком будет делать. Он задержит. Содержится в узоляторе временного содержания. Но знаете, что самое смешное в этой истории? О, братцы! Поймали красно-чёрного небандеровца аж в Архангельской области! Ровно там, где проходят массовые акции протеста против сооружения мусорного полигона. И мы никуда не уходим, мы никуда не уйдём, пока шивишь. Нет. Не отстаем. Не отстаем. Причём, внимание! Задержание якобы произошло по просьбе Украины! Его задержала полиция в Архангельской области по запросу Украины. Ему грозит выдача Украине. А теперь проговори. Ополчленец из Донецка проходит границу. Никто его не трогает. Чудак из Ростова проезжает всю Россию, и полиции до ФСБ пофигу на него. Но как только БНС добирается до места массовых протестов, как оп! Прозрение силовиков! Активист был задержан на около 19.30 по московскому времени в селе Яренск Архангельской области. В этот российский регион житель ДНР приехал, чтобы поддержать противников строительства мусорного полигона в посёлке Шиес. С другой стороны, в подвале МГБ тоже свои плюсы есть. Пока там сидишь, куда меньше шансов коронавирус подцепить. Новый коронавирус 2019, ДФИС НСОВ, пока ещё не добит. А в России, между прочим, коронавирус сейчас, пожалуй, самая обсуждаемая тема. Ну, во-первых, с пафосом презентованная эвакуация. Да-да, Россия наносамолётом эвакуировала своих граждан из Уханя. Эвакуацию российских граждан из Уханя даже наши дипломаты называют спецоперацией. Самолёты военные, Ил-76. Так что внутри не слишком комфортно сидеть пришлось на жёстких лапках. Почему наносамолёт, спросите вы? Ответ очевиден. Самолёт был оборудован туалетом будущего. До такого даже в электричке Донецк Еленовка нету. У нас был импровизированный туалет. Что это такое? Это когда ведро обычное, без смыва. И сверху палатка. И он ещё наполняется постоянно. Но не красота? Вот что значит смекалочка. Пиндосы до такого бы в жизни не додумались. Кстати, о пиндосах. Если на прошлой неделе всю Россию будоражили лишь подозрения в причастности США к коронавирусу... Американцы рассчитывали как на универсальное оружие, которое будет давить китайцев по всем статьям. Злонамеренные действия Соединённых Штатов Америки для оказания давления на китайских партнёров. Но это может быть и деятельность частных американских корпораций, которые разрабатывают новые заболевания с целью получения прибыли от продажи лекарств. До-то переча преступление века раскрыто. Ну-те, садитесь поудобнее. Сейчас будут пиндостан на чистую воду выводить. Из происхождения слов становится яснее происхождение вируса. Вот смотрите, как он называется? Коронавирус. Берём слово «корона». Оно в основе идёт первым. Поэтому здесь и разгадка. Отряды Путина в эту секунду схватились за сердце. Господи, как же ж мы раньше-то не догадались. Но всё же очевидно. Да, коронавирус – это же от слова «корона». А Трамп, сволочь, много лет конкурсы красоты проводил. Чем в предыдущей своей жизни занимался Дональд Трамп, президент страны, главного соперника Китая на мировой арене. Правильно, раздавал короны. Именно на своём знаменитом конкурсе красоты. Так что происхождение коронавируса, а главное – цели и задачи его использования становятся абсолютно ясными. Мы бы, если честно, ещё королеву Англии и украинскую шоколадку заподозрили. Они тоже отношения к короне имеют. Коронавирус. Берём слово «корона». Оно в основе идёт первым. Поэтому здесь и разгадка. Ну а если серьёзно, то это уже не смешно. Вы кем своих людей считаете? Скотом забитым? Впрочем, если народ молчит, значит, их всё устраивает. А ведь именно молчание миллионов позволяет федеральным каналам опускать планку всё ниже. Запрещённые фосфорные бомбы, безымянные могильники, пытки. Семьи, проживающие в Донецкой области, стали получать посылки с отрезанными головами своих родных. Кровь российских младенцев. Это сок такой они наливают. За шесть лет войны на федеральных каналах мы видели много отборного трэшака. Там было всё. И съеденные снегири. Учителя предлагают на уроки природоведения охотиться на снегирей, потому что снегирь – это птица, символизирующая глядку России. И изнасилованные дети с монтажной пеной. И изнасилованная восьмилетняя девочка, которой просто во влагалище заливается пенобетон. Казалось бы, после такого уже сложно будет удивить. Но, надо признаться, свежее творчество канала НТВ превзошло все ожидания. 688 дней, которые я провела в кромежном аду, меня насиловали, издевались. На первый взгляд, это был стандартный ужастик с очередной узницей тайных тюрем СБУ. Такого добра кремлёвская пропаганда наштамповала уже серии 50. Причём люди годами шпарят по одной методичке и одними словами. Это был холодильник в здании Мариупольского аэропорта. Пыточная СБУ под кодовым названием «Библиотека». Там стоят огромные холодильники промышленные, в которых людей сажают. Это пытка у них такая. Но это был именно тот случай, когда в, казалось бы, привычной обёртке оказалась просто адская начинка. Это был именно тот шок-контент, от которого ватная публика должна была буквально прилипнуть к телевизору. Мы слушали её с замиранием сердца и с трудом верили своим глазам. То есть нравится, когда человек лежит, как говорится, обосванный в крови и униженный полностью. А у него желание секса? Кто он? Моча, секс, плётки, плётки, пальцы. Полностью раздел, да, и я не понимала, для чего. А потом начал руками лезть везде. Ну, не только там, женские органы, полностью. Всё это с какого-то перепугу перебивается врезками из выступлений пятого президента Украины. Это маньяк, который вырвется. Он вырвется. Его изнасиловать он может. Любого из ваших знакомых, близких и родственников. И в какой-то момент зрители у экранов явно начинали думать, что это Порошенко лично насиловал мадаму. Подходит один из них, из-под джинсов тянет мне трусы, так, чтобы они не разрываются между ног. Говорит, если не разденешься, ну, сама мы тебя разорвём. Убийца, маньяк, порванные трусы. И тут же врезка из рождественского поздравления. Становись раком и били плётками. И те, кто ещё сохранил здравость рассудка, смотрят на это всё, и глаза на лоб лезут. Как, блин, это связано? Но фишка в том, что такого уровня творчества не рассчитано на логику. Задача простая. Рассказ с пикантными подробностями о сексе обязательно вызовет эмоцию. А картинка прямо показывает, кто в этом якобы виноват. Поднимай, ***, кофту. Показывай нам ***. Это настолько примитивно, что хочется скинуться авторам из НТВ на курсы для освоения новой профессии. Но нужно признать, что это работает. Ведь ровно этот же приём активно юзала советская пропаганда, где редкий патриотический фильм обходился без изнасилования юной партизанки немцами. И вот, казалось бы, 2020 год на календаре. А тут, здрасте, приехали 49 минут изнасилований в мелких деталях. Вы же понимаете, что вот эта всю кровь, вот этот весь процесс. И слушая эту якобы жертву, сложно не задаться вопросом. Но какая женщина, реально пережившая такое, захочет трепаться об этом на всю страну? Вышли все, остался один. Раздел. И начал насиловать. Уходит другой, заходит следующий. Впрочем, свою версию этого психологического феномена мы вам объясним чуть позже. Ведь дама в красном платье ещё та зависимая актриса. Не мешают с персоткой, говорят, пей. И видно, оно что-то там с организмом творится. То есть, ну, у меня уже уходит, уж я могу шевелиться, могу встать на ноги. Зюлия Просолова. Родом из Донецка. Обычная семья, вполне себе интеллигентные родители. Только вот жизнь дочери не заладилась. В Донецке, когда она на фоне расставания с мужем начала употреблять алкоголь, её подсадили на наркотики. Алкоголь, наркотики, развод. Это только то, что можно накопать из открытых источников. Ну а дальше классика. Мужик ушёл, денежный краник пересох, а яркой жизни хотелось. Наверное, потому что у меня было какое-то такое состояние. Плюс наркотики, слабая, обиженная на мужа. Приходилось добывать амфетамин телом. Догадайтесь теперь с одного раза, почему для Чувишки такие рассказы на камеру вообще не проблема. Пришёл опять друг, которому нравится такой жёсткий секс. Повторил всё, что ему нравится. Там уже со мной пристёгнутые батареи. Ничего удивительного, что при таком образе жизни красавица быстро попала в оборот сотрудников МГБ. И тут всё сложилось идеально. МГБшникам нужна была агентурная сеть про Соловой дурь. Собственно, и сама террористка позже признаёт, что долгое время жила под кайфом. Ну амфетамин. Раз, два. И он так вот систематически наведывался и давал наркотики. Всё чаще и чаще. Кстати, как вы думаете, почему в эпичном фильме от НТВ нет ни слова о наркозависимости дамочки? Да всё просто. Пропаганде нужен был невинный, изнасилованный цветочек. Я всё время повторяла очень даже, чтобы МГБшник просто дал сил. Чтобы дал сил вытерпеть это всё. А вовсе не завсегдатой донецкого журнала шлюхи-наркоманки. Тогда эффект будет совсем не тот. Впрочем, мы отвлеклись от главного. А главное было в том, что Прасолова после контактов с МГБ всё чаще стала бывать в Мариуполе. Мариуполь был важным боевикам, как и в плане передвижения техники, так и из-за наличия тут большого числа дончан, не предавших Украину. Одним из таких был полковник СБУ Александр Хараберюш. С начала 2014 года полковник занимал должность начальника управления военной контрразведки Донецкой области. Будучи коренным жителем Донецка, Хараберюш представлял для боевиков особую опасность. Он слишком хорошо знал Донецк, знал все местные внутряки, а главное, знал людей. Главной версией службы безопасности Украины касательно убийства полковника Александра Хараберюша является террористический акт, связанный с его профессиональной деятельностью. Просто послушайте, что сейчас рассказывает о нем канал НТВ. Мариупольский палач продавал тела, понимаете? Он продавал сюда тела. Продавал сюда тела. То есть вы понимаете, что они делают? Есть хорошие Донецкие, вот как эта наркоманка Юля, из которой всячески лепят невинную ромашку. Задолженно я восприняла, что так, Юля, так должно быть. Так должно быть. Терпи. Вам по сценарию пропагандистов должно быть ее жалко. А вот те нормальные люди, настоящие офицеры, которые не изменили присяги и не предали свою страну, мигом превращаются в палачей и маньяков. Хараберюш, Александр. Ты страшный человек. Но вот вопрос. А как назвать того, кто за деньги на дозу сознательно идет убивать своего земляка, да еще и отца двух детей? По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что в соседних домах вылетели стекла. Это видео с камеры наблюдения, где четко видно, как парасолова, подкладывает взрывчатку под машину Хараберюша. Тут уж, как говорится, не отмажешься, а утром раздается взрыв. Внедорожник Тойота, которым он управлял, взлетел на воздух в 8.30 утра в пятницу. Хараберюш скончался на месте от полученных ран и ожогов. Человек погибает. А теперь ответьте на вопрос, кто здесь маньяк? А если бы он не сам ехал, а со своей двухлетней дочкой, что скажете НТВ? Туда и дорога. А Прасолова в тот момент уже на всех парах летела в Донецк. Нет, не потому, что боялась мести злой хунты. Все гораздо проще и циничней. В Донецке за убийство ее ждал хороший кэш. Впрочем, смотрите сами. Потом начала ругаться, говорить, что вы мне жизнь испортили. Какая десятка, давайте больше. Ну, дали 15. То, что у Прасоловой неожиданно появились деньги, стало видно и по соцсетям. Еще недавно бедная разведенка вдруг принялась постить фотки из ресторанов да в новых шубах. Как там Киселев говорил? Совпадение? Не думаю. И вы знаете, с тем учетом, что Прасолова зависала в Донецке, наказать убийцу было крайне сложно. Но они зря говорят, что жадность фраера сгубила. Полученное за убийство полковника деньги мадама быстро спустила. На деньги потратила на наркотик. Ну, на гульки, на наркотик. Я бумагу, тысячу долларов за вечер потратила. А потому решила вернуться в Мариуполь, где и была задержана. Тогда Прасолова уверяла, что даже не знала, кто такой Хараберюш. Мол, шла на задание в темную. Вообще думала, что это бизнесмена машина. Мне не говорили вообще, кто он. Я бы, наверное, под машину кинулась, чтобы этого не сделать. Говорили, что плохой человек. Но натворил дел. Надо с ним порешать. Теперь же спустя годы методичка поменялась. Знала, кто такой. Фашист и каратель. Не помнила, не помнила. А тут вдруг резкое прозрение. Хараберюша, знаешь такого, что было? Я говорю, да, конечно, знаю. Хараберюш Александр. Ты страшный человек. Так бывает только в одном случае, когда люди врут. И не важно, за дозу, деньги или по каким-то другим причинам. Важно, что такая публика. Это находка для пропаганды. В итоге огромная страна, 49 минут, смотрит нескончаемый потоп ненависти. Они душат там, что я уже в белом тоннеле. Все глаза, ну, полопались, кровью были залиты. И люди реально верят, переживают, ненавидят и снова готовы убивать. Они, конечно, не станут копать подробности. Не увидят кадры того времени, где якобы избитая до полусмерти и изнасилованная Прасолова, целенькая и здоровенькая, вполне себе бодренько дает показания. Я Прасолова Юлия Вадимовна совершила преступление в городе Мариуполь, 31 марта. Убийство полковника Александра СБУ. Это и есть правда. Но большинство зрителей федеральных каналов ее никогда не узнают, а просто поверят сказанному по телевизору. В итоге наркозависимая убийца превращается в жертву. Саша просто был моим товарием. Извините. Извините. А реальная жертва, настоящий офицер, в маньяка и торговца телами. Вот, собственно, так и работает пропаганда, превращая черное в белое. Они лишь изредка меняют мальчиков в трусиках на девочек в платьице. Однако общая линия ненависти остается неизменной. Редактор субтитров А.Семкин